приветствую всех фанатов волейбола сегодня в видео поговорим о полуфинальных встречах финала 4 кубка легенд узнаем прервалась ли победная серия зенита и смог ли кузбасс навязать борьбу московскому динамо все прямые трансляции записи матчей вы можете смотреть на официальном сайте все российской федерации волейбола а также на новом телеканале волейбол ссылка в описании как обычно попрошу подписаться на все мои соц сети youtube группа вк в telegram заглянуть там мы последнее время частенько обсуждаем центральные встречи ну а я не смею вас больше отвлекать наливайте чаек или кофеек приятного аппетита и приятного просмотра начнем не в хронологическом порядке со встречи хозяев турнира московского динамо и явных аутсайдеров кемеровского кузбасса брянский выпустил в старте максима сапожкова а сергей троцкий удивил появлением на позиции связующего игоря коваликова встреча стартовала с сейса от связующего кузбасса ювелирно попал сказать нечего но на пушечных подачах максима сапожкова москвичи уверенно забрали лидерство тут и одиночный монстр блок от панкова и эйс от самого у макса москвичи куражились как могли вы только посмотрите на этот показ атаки от панкова и передачу на дмитрия жука красотища неужели весь матч пройдет вот так буднично или кузбасс все-таки проявит сибирский характер и зацепится у кемеровчан неплохо смотрелся егор сиденко и подачку вваливал и в атаке был надежен но москвичи просто доминировали во всех компонентах 5 эйсов за сет процент в атаке близок к 90 фантастика кузбасс конечно успел прихватить сапожкова блоком но очевидно на исход сета это повлиять никак не могло 25 16 отправляемся в партию под номером 2 она нас встречает выходом егора кречетова у кемеровчан в старте и шикарным розыгрышем с нестандартным решением связующего кузбасса наслаждаемся гости лидировали совсем недолго на подачах сапожкова динамо вновь отправилась к уверенной победе правда в атаке у максима получалось далеко не все кречетов же играл чересчур авантюрная из-за этого сильно страдала качество передач вот один из ярких примеров серия подач павла панкова вновь сделала преимущество москвичей казалось бы недосягаемым но ответ у кузбасса нашелся егор сиденко и его серия мощнейших выстрелов сократили отрыв от динамо всего до двух очков однако москвичей это никак не смутило максимально прагматичная и уверенная игра под копирку с предыдущим сетом еще одна легкая и уверенная победа в игровом отрезке с тотальной доминацией во всех элементах с точно таким же счетом 25 16 кстати друзья вы можете забрать подарок от нашего партнера по ссылке в описании наслаждайся игрой остальное за венлайн третий сет и опять подача сапожкова ну никак не удается кемеровчанам не провалиться на старте и побороться на равных хотя стойте счет то равный монстр блок на илье власове неужели надежда есть ну нет никаких надежд второй злой гений для кемеровчан павел панков оформил два эйса подряд интересно сколько будет в финале хорошо у кузбасса смотрелся молодой доигровщик илья морозов ставший эмоциональным лидером коллектива очередной морозов супер лиги главное что не мороз кто знает тот понял а между тем после таймаута троцкого кузбасс подровнялся в счете всего одно очко от преимущества осталось у москвичей в результате классных подачи гора сиденко заметив конкурента сапожков решил его нейтрализовать просто умопомрачительный хэдшот после атаки диагонального динамо кемеровчане ближе к концовке потянулись в счете но сапожков двумя эйсами подряд решил судьбу и этой партии 2520 30 космически уверенная победа динамо с мощнейшей доминации во всех элементах увидим ли мы что-то подобное финале хотелось бы верить самым результативным игроком встречи стал максим сапожков набравший 15 очков в протокол встречи на экранах ваших устройств переходим к полуфиналу вывеска которого выглядела намного привлекательней зенит казань против своего самого неудобного соперника белгородского белогория матч начался с уверенного обмена съемами настолько уверенного что шесть розыгрышей подряд мы не видели 2 атаки смягчить нападение дыру получилось лишь в седьмом и тут же львы эпизод забрали все-таки белгородцы в настоящее время короли затяжных моментов федоров с волковым видимо обиделись на мои предыдущие слова и решили доказать обратное невероятная защита от атаки аль-хадждади на чистой сетке марокканцу скорее всего было просто не интересно забивать без блока и как только мохаммед руки увидел сразу же все стало на свои места тут же диагональный львов подачи нашел артема вольвича вот и первый брейковый отрыв в этом матче правда белгородцы не свойственно себе транжирили брейковые моменты ну как здесь павел тетюхин умудрился отправить мяч в аут а вот у кого надо поучиться илье казаченкову порошен кастинг на него из матрицы прошел идеально команды поочередно номинально выходили вперед больше одного брейкового очка подряд набирать не получалось немного проседал максим михайлов сначала опытный диагонально угодил в блок а затем в результате затяжного эпизода не нашел способов реализовать атаку и отправил мяч в аут но на подачах архадждаде решилась судьба игрового отрезка блок на дмитрий волкови эйс марокканца и забавная игра с верхним тросом от майки кристенсена партии уже по традиции завершил капитан павел тетюхин 1825 зенит как будто не перестроился от игр с аутсайдерами и не особо напрягался в надежде что победа придет сама собой второй игровой отрезок продолжился в формате концовки предыдущего мохаммед аль хадждаде оформил рис у казанцев кирилл клетц остался на площадке заменив максима михайлова а тем временем кристенсен закрыл джана блоком до середины сета команды шли в ровень но затем на каждой подачи зенит начал набирать одно-два брейковых очка чем львы ответить не смогли как итог получив концовки пятиочковое преимущество казанцы уверенно дотянули его до окончания партии 2520 зенит сравнивает цифры на табло на старте третьего игрового отрезка джана продолжил испытывать проблемы в атаке и на площадке появился андрей марченко правда очевидно что при нападении на выбитых мячах белгородцам легче не стало львы посыпались а зенит чувствовал себя максимально уверенно они из казани не из питера также просто отыгрывать по 5 очков у них будет тяжеловато кирилл клетц хоть и не особо выделялся в атаке но помощь на блоке человека больше двух 10 сантиметров было просто неоценимо но для кристенсена выход марченко стал отличной возможностью поправить свою статистику на блоке когда идет атака без высоты американец великолепен в блокирующих действиях безвольно без особой борьбы белгородцы отдают этот сет 2517 неужели интрига в этом матче умерла в начале сета под номером четыре в стартовый состав львов вернулся джанны и тут же принес команде брейковое преимущество своим эйсом правда на подачах дмитрия волкова зенит не только отыгрался и вышел вперед но и имел возможность заработать 2 очковое преимущество однако сам же дмитрий не смог переиграть тройной блок а что вытворял кирилл клетц снимаю шляпу для человека с ростом 2 10 так защищаться фантастика прожмите лайк под этим видео за старание кирилла да вот такой банальный байт а то вы совсем перестали ставить большие пальцы вверх под видео брейковое преимущество зенит все же добыл остановив мохамед аль-хадждаде блоком у львов же не получалось дотащить казанцев вязкую игру зенит раз за разом уверенно снимался за счет быстрых и качественных передач кристенсона и вот наконец-то долгожданный фантастический розыгрыш что творит майка в защите невероятно и также невероятно то как упал мяч на стороне зенита волков отлично отыгрался от тройного блока но никто не взял ответственность на себя довести наш отечественный валар после очередного удачного блокирования казанцев александру волкову пришлось тратить свой последний таймаут в этой партии а вполне возможно и матче ну а этот розыгрыш конечно добил все призрачные надежды болельщиков белгородцев тут комментарии излишнее но попрошу заострить внимание на передачи кристенсона одной рукой за голову насладились а розыгрыш то остался за львами вольвич зацепил сетку при атаке но это не помешало казанцам уверенно завершить сет и матч 25 21 31 зенит выходит финал кубка легенд где встретиться со своими коллегами по финальным матчам из москвы самым результативным игроком встречи стал мохаммед аль-хадждади набравший 17 очков но 15 ветерана артема вольвича не отметить будет совершенно неправильно кстати кононов не отстал и набрал 12 и очень надежно действовали центральные у зенита в этот день ну что ж если подводить предварительные итоги то сказать хочется одно опять опять зенит и динамо финале конечно полуфинальная игра москвичей дает надежду на интересный матч но боюсь что все будет как в последних девяти встречах насчет игры за третье место большущий вопрос состоит в том кем будут играть вы кузбаста понятно выпустит основу и будет бороться изо всех сил а вот насколько мотивированы волейболисты белогорья загадка в любом случае будем смотреть и болеть за красивый волейбол как обычно попрошу подписаться на все мои соц сети youtube группа вк в telegram заглянуть давайте уже 2000 там добьем а вам не сложно мне приятно огромное спасибо за просмотр и вашу поддержку с вами был грегорий никифоров такой же как и вы фанат волейбола до скорой встречи а